Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Наимии. И сегодня мы будем читать третью главу этой книги, точнее, сделаем обзор этой главы. Вся эта глава состоит из списка тех, кто восстанавливал стены Иерусалима. Мы можем предположить, что сначала они делали деревянные леса, а потом уже могли укладывать и кирпичи, это массивные большие камни, для обустройства этих стен. Эта глава начинается словами. И встал Ильяшиф, великий священник, то есть первый священник, и братья его, священники, и построили овечье ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Мэа осветили их до башни Хананелла, и подли него строили эрихонцы, а подли них строил Закхур, сын Имрия. Вот здесь для нас примечательно то, что первыми за дело берутся священники, чтобы подать пример и вдохновить всех остальных. Далее идет перечень имен, называются имена глав родов, и какой участок Иерусалима они отстроили. И окончание этой главы, 32 стих, «А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы». То есть на самом деле в этом списке мы видим людей разного сословия, разного достатка. И бедные, и богатые, и священнослужители, и миряне все единодушно принимали участие в деле построения этих стен, которые сначала могли выглядеть как что-то комическое, построенное из дерева, а позже они уже обретали угрожающую мощь. И это не могло пройти бесследно, потому что и язычники, и коллаборационисты, и предатели из числа евреев должны были на это как-то среагировать. Но об этом мы поговорим в следующий раз, когда будем читать четвертую главу этой книги. Спаси Господь! Спаси Господь!